Мы находимся с вами на шестом этаже нашего корпуса «Б». Появился он относительно недавно, и вершиной этого корпуса является наш конференц-зал «Этаж Медикал Хаб». Мы находимся на четвертом этаже нашего поликлинического отделения. Здесь работает пластический хирург. Здесь открылось отделение стоматологии, которое представляет собой три кабинета – отдельно детский, терапевтический для взрослых и хирургическая стоматология. Детский кабинет и хирургическая стоматология оснащены всем необходимым для проведения операций. Это этажи небольшие по площади, но нам удалось зато зонировать различные службы, кабинеты. На этом этаже универсальные кабинеты и специализированные. Например, кабинет ультразвуковой диагностики. Здесь в основном проводятся исследования сосудистые. Мы используем ультразвук в таком поликлиническом варианте, как скрининговое исследование. Потому что, естественно, для выполнения сосудистых манипуляций, для контроля, подготовки, все сосудистые хирурги имеют доступ к ультразвуковому аппарату. Также здесь начинает работать наш дерматолог-косметолог, выполняя склерозирование микро- и обычную склеротерапию. Над нами планируется открытие отделения кардиологии и реабилитации. На пятом этаже... Клиника сердца. Да, клиника сердца. Там сейчас идет ремонт, реконструкция, планировка помещений и отделка. На пятом этаже планируется кардиохирургический блок, в котором будут проводиться операции и на открытом сердце, и на интервенционную радиологию, в смысле рентген-эндоваскулярной хирургии и электрофизиологию. То есть целый этаж, пятый, будет посвящен клинике сердца. На этажах везде у нас находятся администраторы, которые встречают пациентов, помогают им сориентироваться, соединяют с врачом или проводят на процедуры. Электронная база позволяет быстро зайти и найти по любому пациенту любую информацию, которую бы вы хотели. Что было с ним год назад, что 8 месяцев назад смотрел какой-то специалист, и что было в исследованиях в динамике за несколько лет. То есть это очень выручает, особенно при большом потоке пациентов. Электронная история болезни также включает в себя изображение. Например, видеозапись с операцией, фотографирование до и после. Манипуляционный кабинет представляет собой всего лишь место для подготовки растворов. И это рабочая зона сестер. Собрав необходимые лекарства со штативом, они отправляются в палат. У нас многие пациенты задерживаются всего на 1-2 дня. Вот эти 1-2 дня, они чаще всего получают перевязку здесь. Или Леночка со столиком передвижным едет в палату. Это столик для оказания скорой помощи. И пациентам в палатах, если что-то случается, экстренная остановка сердца, нарушение дыхания и так далее. Или необходимая интубация. В этом столике он постоянно открыт и доступен для персонала. Есть все необходимое для оказания первой помощи. Конечно, потом прибежит реаниматолог с командой, но вдруг его нет на месте. Лерингеальные маски, интубационные трубки разных размеров. Можем зайти в бариатрическую палату. Каждое помещение имеет отдельную вентиляцию. Вернее так, зонирование вентиляции проведено. В палаты это один блок вентиляционный. Интенсивная терапия, мы сейчас зайдем, другой вентиляционный блок. И операционная тоже, отдельные вентиляционные шахты и оборудование. Воздух подогревается, увлажняется, кондиционируется. Здесь имеется приток и вытяжка. Индивидуальный контроль за температурой в палате осуществляется с помощью кондиционеров. Интенсивная терапия построена по центральному типу. В центре зала врачи, рабочие места для них. На мониторы выводятся камеры состояния пациентов. И каждая из палат условно отгорожена от общей зоны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой стационар по коридору на правую руку от меня. Там же расположено и приемное отделение. В этой зоне компьютерный томограф, 64 среза. Магнитно-резонансный томограф за регистратурой. И, в общем-то, вот эта территория принадлежит рентгеновскому рентгенотделению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин